Всем привет! На связи команды разработчиков ОП ОГСР. В данном отчёте о разработке мы бы хотели ответить на часто задаваемые вопросы пользователей касательно того, что из себя проект представляет, а также рассказать о различных графических, геймплейных и других изменениях. Поехали! Множество людей ошибочно называют проект как ОП 2 ОГСР или даже ОП 2.2 ОГСР, но никак не ОП ОГСР. Также множество людей считают наш проект устаревшим и пустой тратой времени из-за того, что в качестве платформы используется ОП версия 2.09. Была выбрана именно эта версия ввиду того, что следующие версии ОП имели на борту модифицированный под свои нужды движок, исходного кода которого нет в свободном доступе. Да, конечно, есть исходники релизной версии ОП 2.1, но это скорее исключение из правил. Тем не менее, по этой причине ОП 2.2 либо невозможно, либо очень затруднительно будет перенести на другой движок. Также, по нашему мнению, в ОП 2.2 было внесено множество геймплейных моментов, которые лишь портят впечатление от мода. ОП ОГСР позиционирует себя как ремейк объединенного пака. Он берет в себя все самое лучшее из разных версий ОП, а также добавляет новые или переосмысляет и дорабатывает старые различные аспекты игры. Надеюсь, таким образом мы расставили все точки над «и» в данном вопросе. Теперь мы хотим рассказать хоть и не о самой главной, но той стороне, которой ОП никогда не могла похвастаться — графика. Значительно преображает графику адаптированный аддон под названием Screen Space Shaders, который исправляет различные графические баги, а также добавляет множество новых графических элементов — лужи на асфальте, отражения на воде, параллак земли и стен, улучшенная глубина резкости, оптимизированные тени от травы, Bloom, интерактивная трава и многое другое. Устаревшее MSA изглаживание было заменено на более современные виды, такие как TAA, AMD Native AA на базе библиотеки AMD FSR, а также DLAA на базе NVIDIA DLSS. В планах имеется и добавление апскейлеров на базе тех же библиотек. Но не бойтесь, помимо только лишь улучшения графики были проведены работы по оптимизации. Всеми любимая вещь для обсуждения — многопоточность. Расчеты каскад теней были перенесены на систему отложенных контекстов, а расчеты других тяжелых графических элементов стали асинхронными, такие как дождь, солнце, свет, партиклы и трава с деревьями. Это значительно повысит производительность игры на компьютерах среднего класса, а на компьютерах высокого класса позволит выкрутить ползунки плотности травы в потолок, без существенной потери в производительности. Из добавления данных фич вытекает лишь один единственный минус — небольшое увеличение системных требований. Для запуска игры потребуется видеокарта с поддержкой DirectX 11.2, а минимальной операционной системой теперь является Windows 8.1. Это связано с тем, что для реализации данных фич требуется использование современных библиотек и стандартов языка, которые не поддерживаются на старых видеокартах и системах. А теперь немного поговорим о геймплейных нововведениях. Аспект, которым однозначно хвастается OP 2.2 — это оружейный пак, который насчитывает более 400 единиц вооружения на любой вкус и цвет. В этом плане работа ведется, и мы планируем либо приблизиться к данному количеству, либо даже преуспеть. Автозахват на оружии был вырезан и заменен на тепловизор. Его можно будет использовать как отдельный девайс, либо он будет встречаться на некоторых пушках с компьютерным прицелом. Естественно, оба способа будут иметь при себе различные минусы. Для баланса… Также для некоторых пушек был добавлен альтернативный режим прицеливания. 2D-гильзы были заменены на 3D-вариант, который существует непосредственно в игре. В дробовиках теперь можно увидеть текущий калибр, который в них заряжен. 06.006.!" 10-1 Продолжение следует... Оружие теперь можно осматривать на отдельную клавишу. Продолжение следует... Поговорим об еще одной новой, но уже так ненавистной всеми людьми фичи. Компас. Сразу успокоим людей. Карта в привычном ее виде останется в игре, но она будет включаться только при наличии на поясе биорадара. Таким образом, разные версии биорадара приобретают новый смысл. Первая версия биорадара будет доступна очень рано по сюжету, а не будет лишь использоваться только для сборки универсальной версии. На самом же компасе будут видны практически все элементы в игре. Аномалии, монстры, сталкеры, артефакты, метки, переходы и так далее. Естественно, для появления определенных меток потребуются и соответствующие девайсы в слотах. К слову, от системы смены худов пришлось отказаться, ввиду того, что старые худы будут негармонично выглядеть на фоне новой графики, а также в угоду добавления новых геймплейных фич по типу того же компаса. Детекторы артефактов были заменены на варианты Зова Припяти. Детекторы из теней Чернобыля так и останутся в игре, но чтобы не было путаницы, они будут переименованы в локаторы. Были добавлены все возможные виды детекторов – отклик, медведь, велес, сварок, а также был добавлен детектор Гризли – новый детектор изоморфов, который мы получим по сюжету. Различные изменения других аспектов, как сюжет, локации, геймплейные нововведения, мы пока что оставим за кадром и, возможно, расскажем о них позже. На этом на сегодня все. Надеемся, вам понравилось. Благодарим за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok